я уже дома приехала и уже быстренько сварили зимы совместно ланч сделали я сделала подливку мы сделали гречку и у нас получилось беточки в подливке и с гречкой было очень вкусно Дима там заклеивает для виски сапожки вот те сапожки которые вам показывала которые одеваются и они держатся на спинке они у нее протерлись я сначала не понимала почему дождик и у нее передние лапки немножко сырые а оказывается там была на двух сапожках дырочки сейчас Дима их заделают просто они нам так нравятся надо посмотреть и такие заказать нам на Амазоне то есть они продаются на Амазоне такие сапожки у кого есть такие маленькие собачки очень удобно потому что когда собачка бежит они же маленькие короткие и если они без сапожек они все приходят сырые если дождик на улице сейчас Дима заклеит он наверное пойдет в магазин Минарт я не поеду что на улице погода мне опять начинает болеть голова я буду готовить готовиться снять вам видео вот так что Алёна у себя в комнате виски там меня за пулечка мы так что вот такие вот дела вот вот посмотрите как мы любим собаку вот что мы делаем с ней Алена так над ней издевается кстати довольно таки часто да Алена зачем ты с ней так делаешь да ну у Алены один ответ она меня все равно любит так что вот буду я потом снимать видео как ребенок вот так что вот такие вот дела ну что ребят готова я вам снять видео о том мама как я здесь училась в Америке вы знаете что я как вам говорила работаю не на одной работе а достаточно на многих когда приехала в Америку моя стабильная работа была одна из стабильных работ это была работа в детском саду я работала в американском детском садике в частном и также я должна была получить образование Американское для работы в садиках и для этого у меня для работы в садиках то поскольку я была там одна как и воспитатели у меня там было маленькие детишки их было восемь человек и я не должны были быть сертификаты для этого я должна была как я сказала обучиться для этого должна получить была вот такой сертификат вот один из сертификатов это шейкбэби синдром это когда детей можно качать когда нет у американцев очень много всяких курсов прохождение и всякие для того чтобы работать с детьми также я должна была получить вот такой сертификат infant safety это как для работы с маленькими детишками это также должна была получить cpr а в принципе это вот cpr и я проходила в госпитале то есть эту подготовку я подходила в госпитале проходила в госпитале потом должна была пройти food как бы сертификат food safety какие во что можно детишкам кушать что нельзя то есть не для работы в садике понадобилось достаточно много сертификатов и обучения все программы были не онлайн кроме а кроме одной программы я проходила онлайн остальные все были в курсе где я обязана была присутствовать и ставать экзамены но как вы понимаете для того чтобы учиться в стране надо знать язык когда я приехала в америку я в школе я обучалась английскому языку но соответственно здесь это совершенно другое мы бы изучали британские здесь совершенно другой лексикон и разговоры американцы разговаривают иногда быстро и определенные фразы которые естественно мы когда учили в школе мы их не знали и когда я только приехали я пошла учиться в колледж на английский язык здесь это достаточно распространено и нет ничего такого зазорного что вы приехали учиться в таком возрасте и вы учитесь поверьте и там и люди которым 50 лет и 60 лет и очень пожилые люди просто приехали они в эту страну кто к родителям кто к родственникам кто к своим детям приехали и они ходят учиться учить английский язык английский язык обучение английского языка в америке достаточно очень распространенное явление его обучают бесплатно то есть есть программы которые обучаются бесплатно то есть это есть в колледжах такие программы есть программы и библиотеках есть программы и в школе поверьте мне здесь люди которые приехали уже в возрасте они учат этот язык всю жизнь наверное потому что ну вот ты не приедешь в америку там за 2 месяца возьмешь язык и там все ты его больше учить не будешь нет его учат всегда его учат всю жизнь это не дети а то есть в карте и которая выплату алена мне приехала она говорит на английском она говорит мне он украинском говорит на русском говорит на английском вот потому что она общается у нее общение у меня общение английская я общаюсь на английском языке на работе то есть у меня как бы и там получается ежедневное обучение. Почему? Потому что мой босс, мои доктора, они русские. Но весь персонал, кроме меня, у нас все разговаривают на английском. Поэтому мы, у нас правило в офисе говорить только на английском. И поэтому мне приходит, как бы тогда, когда я только начала работать, там пришлось говорить только на английском. Языки. Также, прежде чем обучаться в Америке какой-либо специальности, у человека должно быть высшее образование. То есть, окончание средней школы. У меня это подтверждается не аттестантом, хотя аттестант у меня тоже есть. У меня это подтверждается переведенным дипломом. Вот у меня диплом, он переведен на английский язык с печатью. Вот здесь, вы видите, он переведен. Здесь такая печать. И это подтверждает то, что я закончила среднюю школу. кто не закончил среднюю школу, есть люди такие, приехали сюда начать новую жизнь, но когда-то они не закончили среднюю школу. Также есть программы, которые находятся в специальных центрах, и они тоже бесплатные, где люди могут получить диплом среднем образовании. И после этого они уже обучаются на какую-то специальность. После того, как я работала в садике, я вам говорила, что я хотела обучаться. Обучение мое длилось полгода. интенсивное обучение, то есть саму теорию нам давали по воскресенье, поскольку люди все работали. Со мной программу я изучала еще дома сама, потому что мы сдавали экзамены. Экзамены достаточно серьезные. Информации было очень много. информации на английском языке. Правда, учителя у нас там были и русские, но поскольку класс формированный был на английском, если даже один англоязычный человек будет, урок ведется на английском языке. Мне так вышло, что я попала в англоязычную группу на тот момент. было очень много всего непонятного, потому что это специальные слова и терминология очень тяжелая. Но пришлось напрячься, пришлось очень много учить, 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 еще раз учить. Я получаю вот такой сертификат. Вот сертификат об образовании. Этот сертификат говорит о том, что я medical assistant, medical billing and flambantist. Flambant, я уже говорила, что я могу работать coding, billing, это с insurance. Но insurance, знаете, мне как бы не очень интересно. Мне нравится с пациентами общаться очень. И забор крови. И также я потом окончив эти классы, я также работала еще в садике. Потому что объясню, почему. И потом я еще плюсом на фоне того, что я уже как бы много что понимала в медицинской терминологии, я решила еще получить сертификат dental assistant. Но я никогда не работала dental assistant и наверное бы не смогла. Это все стоит денег. Сразу говорю. Все это обучение все стоит денег. Но понимаете, есть такие программы для малоимущих, которые эти курсы оплачивают. Америка такая страна, если малоимущие очень дают очень много разных лонов, разные есть программы для поддержки малоимущих. Но мне к сожалению данной программы не полагают не полагая лись год. После того, как я обучилась, и я уже вам рассказывала, как бы уже к обучению не относятся, но не так быстро можно найти работу, потому что везде нужен экспириенс. И поэтому я работала в садике, искала себе работу. это был долгий процесс. Сейчас скоро у меня будет еще один экзамен. Он будет международный, то есть Medical Assistant Лопатами с международного сертификата, уровень международного образца, где я могу работать не только в Америке, но и в других странах. у меня скоро предстоит этот экзамен. Я надеюсь, что я его сдам, но я в своих силах уверена. И вот таким образом у меня проходило обучение. Но поверьте мне, ребят, если вы захотите, у вас все получится. Главное не сдаваться, главное поставить. Цель для обучения себе именно на Medical я поставила в определенный момент моей жизни здесь в Америке. И я решила, что именно это я должна добиться, я должна это сделать. Без цели, без желания, без стремления ничего не получится. Это работа, работа и еще раз работа. Это работа над собой, работа над языком, это надо много поглощать информацию, но это стоит того. Человек развивается, я думаю, с ним интереснее общаться. Так что не бойтесь, кто играет в грин-карту, вы выиграете грин-карту, приезжайте сюда и вы найдете себе работу. Кстати, те девочки, которые работают в садике, им найти гораздо проще. у меня так получилось, что я работала в частном садике американском, там были только американские дети, мой босс был американец. Есть очень много здесь русских садиков, куда девочки приезжают с Украины, с России, они просто делают перевод как диплом моего, они имеют право работать с детьми, и они работают, они работают не ассистентами, а уже воспитателями, то есть у кого есть образование педагогическое, российское, то есть поверьте, так что если вы педагог по образованию в России, то есть для Америки это очень даже здорово. Если вы работаете в салоне красоты, я не говорила вот про работу в сфере красоты. Здесь тоже есть очень много программ, очень много обучения, также которые поддерживают малоимущих, то есть как бы тоже можно найти работу. Многие девочки работают дома, то есть есть которые специальности, есть специальности, которые в России, были в России, они здесь и котируются в Америке, но подучиться, учиться все равно всегда надо, всегда я считаю, что это очень хорошо, когда человек учится, кстати, до сих пор хожу на английский, вот, то есть я, наверное, всю жизнь буду учить английский язык, потому что как разговаривать, как мой муж, я точно не буду, он говорит без акцента, он говорит настолько быстро, настолько, ну, там, ну, сами понимаете, школу, он там здесь обучался, закончил здесь университет, вот, так же про образование детское, подробнее Дима расскажет в одном из видео, а так здесь после школы они идут в колледж, обычно учатся там, потом определенно два года они, по-моему, учатся, они могут перевестись в университет, колледжи, здесь есть комьюнити колледжи, которые также дети берут лон на обучение, если малоимущие, то им какая-то часть оплачивает государство, то здесь достаточно очень много программ, но если вы просто приехали поучиться в Америке, это дорого, это очень дорого, и там смотря какой колледж, и смотря какой университет, то есть университеты здесь дорогие, здесь иногда учатся в университетах и колледжах и выплачивает потом чуть ли не полжизни этот калочный, этот лон, они там по копейкам выплачивают, но они его все равно выплачивают, вот, ну, есть такие программы, когда обучение фактически студенту очень мало платит денег, то есть это надо смотреть программы, под какую вы программу подходите, и также здесь зависит если говорить об учениках, которые выпустились из школы, то есть все зависит и от грейда, сколько они баллов получили после выпуска из школы, то есть колледж тоже это рассматривается и смотрит кому сколько денег дать, ну, а о взрослых я уже вам сказала, что дерзайте, все возможно, если есть вопросы, пишите, расскажу поподробнее, я вам рассказала так образно, потому что если есть конкретный какой-то вопрос, вы мне напишите, я вам конкретно отвечу. Ребят, у нас уже вечер, сейчас мы будем уже отдыхать, надеюсь, информация, которая вам сегодня дала по поводу учебы, вам понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и с вами увидимся завтра, всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok